В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутаты проверили качество работ по созданию нового сквера. Давайте новые идеи для реализации. Время будет. На территории жилого комплекса «Зеленые аллеи» начали строить детский сад на 155 мест. Хорошо, что строят, потому что мест мало. Узкопрофильные специалисты Видновской клинической больницы продолжают выезды на отдаленные территории. Записалась к хирургу, к неврологу и к травматологу. Монтаж нового сквера на днях закончился в жилом комплексе «Эковидное». Раньше там располагались и деревянные беседки, где собирались шумные компании, беспокоившие местных жителей. Проверить качество работ приехали председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко и его заместитель Артур Григорян. После обхода территории народные избранники провели прием граждан. Подробнее расскажет Максим Козлов. Вместо полуразвалившихся деревянных беседок – лавочки-качели. Вместо шумных компаний – место, где мамы могут посидеть с колясками. Этот небольшой сквер, куда приехали председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и заместитель председателя Артур Григорян – воплощение в жизнь наказов избирателей, проживающих в ЖК «Эковидное». Очень удобные, на самом деле, качельки, просто надежные, удобные. Мы уже все на них покачались. Основные работы – установка лавочек-качелей и укладка декоративной плитки – только первый этап. Совсем скоро здесь будут высажены кусты, благодаря которым появится живая изгородь, что добавит уюта этому новому общественному пространству. Давайте новые идеи для реализации. Время будет. Даем. Мы уже как раз… И новые идеи нашли сразу неподалеку от сквера. Слишком крутой спуск на пешеходной дорожке. Казалось бы, пустяк. Ну, если зимой, если гололед, если не почищено. Ну и вот. Хорошо, давайте, принимается. Следующий пункт остановки – детская площадка. Здесь местные жители указали на то, что некоторые малые архитектурные формы или сокращенно мафы устарели и требуют замены. Депутаты взяли на карандаш. Текущий ремонт, если сделать, да. В общем-то, ничего. Маф другой поставить просто. Может быть, качель другую. Сделать аналогию какую-то. В рамках ремонта. После осмотра территории – встречи с жителями. Они традиционно проходят в местной приемной партии «Единая Россия». Марина Быкова пришла к депутатам с просьбой помочь в благоустройстве дороги, ведущей к дому. Из-за машин, паркующихся на обочине, зачастую там не могут проехать ни скорая помощь, ни спецтехника. Как выяснилось, в этом направлении уже ведется активная работа. Там будут такие тяжеленные вазоны, в которых будут высажены там либо елки, либо еще что-то. То есть, ну, она такая зеленая будет. Бетонная, я так понимаю, да? Ну, наверное. Там есть песко-полистирол, может быть, песко-полистирол. Будет он тяжелый и антивандальный. Вот, столбики должны восстановить. Сегодня в списке пять посетителей. И вопросы совершенно разные. Передача территории в муниципальную собственность, содержание коммуникации, ограждение придомовой территории. И люди знают, они найдут здесь помощь и поддержку. Всегда решались вопросы очень быстро. Даже бывало такое, что за два-три дня и все уже сделано. И просто выходишь и радуешься, и глаз радуется, что нас услышали. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали гражданина одного из государств Закавказья. Он подозревается в серии хищений у водителей такси. Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник вместе с сообщником обратился в службу такси, чтобы доехать до города Видное. По окончании поездки мужчины, угрожая ножом, потребовали от водителя перевезти имеющиеся у него на банковских картах деньги на указанные имя счета. Кроме того, они вынудили таксиста отдать все наличные, после чего скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили одного из подозреваемых и задержали его. В ходе личного досмотра у него изъяли нож. Выяснилось, что задержанный неоднократно обманывал таксистов. Так, одного из них он попросил пополнить его банковский счет на 31 тысячу рублей, обещая по приезду вернуть деньги наличными. Однако после окончания поездки злоумышленник вышел из автомобиля и скрылся. Также фигурант, ссылаясь на якобы плохое самочувствие, просил других водителей такси купить в аптеке лекарства. После того, как оставался в машине один, похищал телефоны и денежные средства, а затем скрывался. Общий ущерб от шести эпизодов противоправной деятельности составил порядка миллиона рублей. На территории жилого комплекса «Зеленые аллеи» начали строить детский сад на 155 мест. Возведение планируют завершить до конца июня 2025 года. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Микрорайон «Зеленые аллеи» – одно из самых густонаселенных мест в Ленинском округе. Комплекс уже обеспечен магазинами, общеобразовательными учреждениями и другой необходимой инфраструктурой. А скоро здесь появится еще один детский сад. Его строительство уже началось. Мы находимся сейчас на строительной площадке детского садика, 155 мест, 3000 квадратных метров общей площади. Завершаем строительство в июне 2025 года. Тогда же будет осуществлен ввод и передача в администрацию готового объекта. Дошкольные учреждения возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Само здание будет трехэтажное, построенное по современным технологиям. Детский сад оборудуют мебелью и пищевым блоком. На территории разместят теневые навесы, площадки для игр и спорта. Помещение будет полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проектом предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы. Материалы все отечественные, надлежащего качества. Группа компании «Самолет» строго соблюдает требования СНИПов, ГОСТов. Местные жители уже в ожидании того, когда новый детский сад откроет свои двери для посещения. Хорошо, что строят, потому что места мало, очереди большие. Нам три будет осенью, мы еще в очереди далеко стоим. Не знаю, когда нам дадут его, к четырем хотя бы, надеемся. Если это построят, надеемся, что будет получше. Очень жду. Нам очень тяжело в садик попасть. У меня старший сюда ходил, шикарный садик, но попасть там переполнено все. Очень жду. У меня второй младший. Очень-очень жду. Но, надеюсь, попадем. Ему вот два будет. Надеюсь, в три уже пойдет. Кроме этого объекта, на территории ЖК «Зеленая аллея» застройщик планирует построить школу на 1225 мест. Юлия Стаферова, Алексей Стафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На территории лесного фонда Подмосковья объявлено начало пожароопасного сезона. В лесу граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожара необходимо сообщить об этом экстренным службам по телефону 112, а также принять меры по тушению до прибытия сил пожаротушения. При этом граждане должны оказывать содействие органам государственной власти и местного самоуправления. За нарушение перечисленных прав грозит административная и уголовная ответственность. Для физических лиц от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных от 30 до 110 тысяч, и для юридических лиц от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Также возможно лишение свободы на срок от 8 лет. Узкопрофильные специалисты Видновской клинической больницы продолжают выезды на отдаленные территории. На этот раз врачи посетили Расторгуево. Насколько важны такие приемы для местных жителей, узнала Олеся Мордвинова. Регулярные выезды узких специалистов на отдаленные территории округа продолжаются. Сегодня в мобильной бригаде врачей четверо специалистов. Эндокринолог, невролог, отоларинголог и хирург. В основном пожилое население, не мобильное, они до видного очень тяжело им добраться. И вот для наших пациентов пожилого возраста это очень, очень хорошее мероприятие. Один врач в день такого осмотра может принять до 25 человек. Каждого пациента нужно выслушать, осмотреть, изучить историю болезни и назначить лечение. Пациентам не нужно далеко ехать, все рядом с домом. Очень хорошо, что открыли поликлинику и что ее держат здесь, что ее отремонтировали. Не ездить нам туда на заводскую. Нам здесь очень хорошо. Мы очень рады, что здесь функционирует этот стационар. Такие осмотры помогают определить заболевания, назначить курс лечения для больных и, если требуется, направить на дополнительное обследование. На сегодняшний день были выявлены заболевания. Это остеохондроз позвоночника, цереброваскулярные заболевания, вегетососудистые заболевания. Осуществить запись на прием можно онлайн или по телефону. К некоторым врачам направление должен выдать терапевт. Многие пациенты хотят попасть сразу к нескольким специалистам. Записалась к хирургу, к неврологу и к травматологу. В отделении общей врачебной практики «Вокзальная» есть кабинет физиотерапии и дневной стационар, где за месяц может пролечиться 25-30 человек. У нас в дневном стационаре достаточно много пациентов. В среднем 15-18 пациентов в день мы прокапываем. Очень многим нужно оказать помощь не экстренного характера, планово, но тем не менее людям это очень требуется. Около года назад в отделении были отремонтированы все кабинеты, полы, обновлена плитка, освещение, а также благоустроена прилегающая территория. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В первом туре чемпионата Московской области по футболу видновский «Металлург» встретился на своем поле с клинским химиком. За ходом игры следила Инга Инчук. В «Видном» прошел матч первого тура чемпионата Московской области по футболу. Соперником «Металлурга» стали гости из «Клина». Несмотря на усердные попытки до конца первого тайма «Химику» не удалось забить гол в ворота «Металлурга». Зато хозяева поля показали отличную игру, закончив первые 45 минут со счетом 3-0 в свою пользу. Эрнест Ситько, нападающий командой «Металлург», забил первый гол в ворота соперника. Он отмечает, что именно командная работа позволяет достигать хороших результатов в матчах. В первую очередь, это сильный подбор игроков, благодаря тому, что я нападающий. И мне нужно, чтобы меня снабжали именно хорошими пасами. Трибуны с нетерпением ждали второго тайма и верили в победу «Металлурга». «Металлург! Металлург!» Во втором тайме команде из «Видного» удалось забить четвертый победный мяч в ворота соперника. Болельщики гостей предположили, что послужило причиной неутешительного результата «Химика». Наверное, просто не дома играет. Фанаты «Металлурга» делились своими эмоциями после победы. Игра вообще суперская, честно говоря. «Металлург» молодцы. Четыре забитых гола, и дели сами. Сейчас команда уже нацелена на следующие матчи. Главное – не сбавлять обороты. Планы на сезон повторить, по крайней мере, минимум повторить успех, занять одно из первых мест. В прошлом году мы заняли второе место. В этом году задача занять первое место и выиграть Кубок Московской области. Пожелаем «Металлургу» удачи и новых побед в следующих играх. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей.